В Центральном парке Шимкента по южному тепло встретили Дина Карназеса, одного из известнейших в мире бегунов на длинные дистанции. Юные спортсмены спортивной школы пробежали с ультрамарафонцем по дорогам нашего города 5 километров. Для них большая честь преодолеть дистанцию в компании с такой спортивной знаменитостью. Я сегодня хотела познакомиться с американцем, добежать до конца и выполнить свою цель – добежать, протерпеть. Мне понравился этот день, запоминаемый очень. Только куча ума веселых воспоминаний будет. Сегодня день преодолел 80 километров, несмотря на то, что на улице очень жарко. Очень жарко. Чуть позже нас пригласили в американский уголок при отделе иностранной литературы областной универсальной научной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина, где «Человек-Ультрамарафон» дал пресс-конференцию. И основная моя цель – пробежать 525 километров из Узбекистана через Кыргызстан в Казахстан. И основная цель – это отметить и отпраздновать 25 лет вашей независимости. На этом мероприятии присутствовали также студенты нашего города, которым было очень интересно задать бегуну свои вопросы и заодно попрактиковаться в английском языке, а также побольше узнать о жизни такого разностороннего человека – бегуна, бизнесмена и писателя. Именно у него очень интересная жизнь, стоит у него много чему поучиться. И я считаю, что каждый человек после этой пресс-конференции возьмет чего-нибудь своего, ну, узнает чего-нибудь нового, да, и с помощью этого человека может у кого-то появиться новые мотивации, новые мечты в своей жизни. Ультрамарафонец рассказал нам, что за свою жизнь он пробежал более 6000 километров, чем очень удивил нашу молодежь. Наш герой признался, что когда ему становится скучно просто бежать, он слушает аудиокниги. Так он развивается и познает все новое. Самое важное для Дина – это испытать себя, доказать, что он может то, чего не могут другие, а еще своими глазами увидеть, как живут люди в разных странах мира. В некоторых местах есть бедность, но несмотря ни на какие сложности, люди, которых я встретил, они выглядели очень счастливыми и довольными жизнью. Особенно дети, которых я встретил, они очень любят бегать. Близкое знакомство с особенностями нашей страны для американца началось с Дастархана. Гости угощали пловом и бешпармаком, от которого он не смог отказаться. Для него это была тяжелая пища. Но, как признался Дин, такого гостеприимства он не встречал нигде. За столом 12 человек, а еды на целую армию. Дин обещал еще раз приехать к нам в гости в 2017 году, но теперь только зимой, потому что летом у нас очень жарко.